Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом греческой кухни. Треска по-гречески, поджаренная в травах, с жареными овощами и фетой Орза. Ингредиенты. 4 филе трески. 1 вторая стакана сыра фета. 1 чашка сухой пасты Орза. 2 столовые ложки оливкового масла. 1 четвертая стакана белого вина. 1 вторая стакана куриного или овощного бульона. 1 фунт жареного красного перца. 1 фунт жареных кабачков. 1 фунт жареных баклажанов. 1 фунт жареного красного лука. 1 стакан помидоров черви. 1 целый лимон. 2 столовые ложки сушеного орегано. 1 столовая ложка сушеного базилика. 1 чайная ложка сушеного тимьяна. 1 чайная ложка чесночного порошка. 1 вторая чайной ложки соли. 1 четвертая чайной ложки черного перца. Приготовление. Шаг 1. Жарьте овощи. Разогрейте духовку до 400 градусов Фаренгейта, 120 градусов Цельсия. Перемешайте жареный красный перец, цукини, баклажаны и красный лук с 2 столовыми ложками оливкового масла, солью и перцем. Разложите овощи на противне и запекайте 20-25 минут, пока они не станут мягкими и слегка подрумянятся. Шаг 2. Приготовьте орза. Пока овощи жарятся, доведите до кипения куриный или овощной бульон в кастрюле среднего размера. Добавьте орза, накройте крышкой и варите 10-12 минут, пока орза не станет мягким. Слейте воду и отложите в сторону. Шаг 3. Приготовьте корочку из трав. В небольшой миске смешайте сушеный орегано, базилик, тимьян, чесночный порошок, соль и перец. Шаг 4. Выложите филе трески в форму для запекания и равномерно посыпьте сверху корочкой из трав. Полить 1 четвертую стакана белого вина. Запекайте при температуре 400 градусов Фаренгейта, 120 градусов Цельсия, в течение 15-20 минут, пока треска не будет полностью готова. А корочка не станет золотисто-коричневой. Шаг 5. В большой миске перемешайте приготовленные орза с жареными овощами, лимонным соком и раскрошенным сыром фета. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok